Доброе утро! 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 Занято 8 человек. 7 мест рабочих еще свободны. Подбирается коллектив. Только открылись, поэтому люди пока работают еще не все. Довольно активно в Жлобине развиваются приватные вытворчие предприемства. Первая початковая невеликая группа предпринимателей желала реализовать себе у древа опрацовучей галине. Однако в раз короткий час вы решили займаться опрацовкой шкла. Зараз орандуется невыкористовываемое державное помешкание, где ранее находилась пожарная часть. Работали в другом помещении. Оно было намного меньше. Квадратов 120, наверное. Потом нам исполком помог снять это государственное помещение. Вот здесь 570 квадратов. И потихоньку перевозим вот это оборудование. И начинаем потихоньку подключать и, говорится, и работать. Усяго, в минулым годе на карте Жлобинского района заявилось 47 предприемств малого и среднего бизнеса, что позволило працевладковать 166 человек. На 2016 год планы больше масштабные. Плануется створение около 200 працовных мест. Дмитрий Котов, Олеся Рудзянкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. До инших тем. Згодно с оперативными дазинами Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и громадского здоровья, на минулом тыдне означался сезонный рост захворываний на грипп и в острые респираторные инфекции. У поравнанье с тыдним попередним, он повелишился на 18%. Наибольший высокий уровень захворывания зараз означается у восьми районах в области. Мазырским, Наравлянским, Октябрьским, Петрыковским, Шачерским, Ельским, Лельческим и Кармянским. Разом с тым, пылные карантинные мероприемцы протягивают заховаться и на инших территориях. Олег Сентяру ознайомился с ситуацией у Брагинским районе. От агрогородка Красная Брагинского района до погранперехода Камарын усяху 15 километров. Украина, где означается несприяемая ситуация по гриппу зусим побоч, неупошную чергу, минавито гэтым фактам, можно растомазить повышенную увагу до здоровья кожного жихара. Правда, непосредственно сирот местового населенства неких хвалеваний не назирается. Домежи хоть и недалеко, але яна литерально на замку. Усих, кто проезжает сбоку Украины, обрязково проверяюсь на наявность хворобы тепловизором. Выключений не робится ни для кого. Хоть пылные обмежевания увезли все ж таки увяди. В целях профилактики отменяем все культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, на которых могут дезинфекции проводиться обязательно в всех помещениях, дверных ручек, столов, ученических стульев. Учащихся первого класса игрушки также обрабатывается дезрасторами у столовой и на пищеблоке все обрабатывается дезрасторами. Что от этих необходных леков, як для профилактики, так и для лечения, то их у ново-яльчанской амбулатории запасы, к минимуму, на два-три дни. Пясковцы некого ажиэтажу не робить, але профилактикой займаются. При подозрении на грипп анализы доставить в районную больницу на протягу двух годин. Хоть эпидемии увезли не чекают. По-перше, кля 40% мясовых же хоров зарабили отповедные прищепки, а прощатаго на переддень повышения узровню захорования. Медики провели со встречи у научных установок и на предприемствах, где еще раз нагадали, как поводить себе у небезпечный период. Алгоритм деяния у самих медиков предуглеживая у семах, чем и ситуации. Нехорадка, есть ли высокая интоксикация, головные боли, есть ли есть тошнота, есть рвота. Мы предлагаем всем, чтобы это был вызов сделан на дом. Выезжает доктор, выезжает медсестра, и там на месте решается вопрос о дальнейшем его госпитализации и о дальнейшем его лечении. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Подоходите до своего завершения региональный отбор на удел у экологичным интернет-турниры «Эколах онлайн-2016», инициатором якого традиционно выступает Гомельский областный эколога-биологичный центр детей и молодых. Под обязанностей у материала Катярыны Жданович. Это уже пятый экологичный онлайн-турнир, когда он появился в рамках супрациониста Гомельского эколога-биологичного центра и станции юных натуралистов Украинского Чарнигова. И когда в первую очередь им приняли удел 8 команд, то в прошлом году заявки подали 120 команд школьников из двух соседних регионов. Не губляя актуальности конкурс и сейчас, для многих юных экологов турнир – зручный способ поспаборничать в ведах дистанционно при допомозе интернету. Уже более 100 заявок принято от команд, только от Гомельской области, которые желают принять участие в турнире. Турнир, по сути, является интеллектуальной игрой, когда в сети интернет на информационном ресурсе турнира, это и сайт нашего эко-центра, и страничка ВКонтакте, появляются вопросы, они рассылаются всем командам, которые принимают в нем участие, и команды имеют 20 минут на то, чтобы ответить на свой пакет вопросов. Команды, которые наиболее правильно отвечают на большую часть вопросов, становятся победителями игры и, соответственно, проходят следующий раунд. У лютым вызначаться переможцы регионального отбора, а уже у соковику лепшие команды поудельничают в финальном этапе гульни. В онлайн-режиме финалисты будут разважать на зададенную экологичную тему и задавать питание сопернику. Главная цель, наверное, да, это все-таки создание атмосферы дружбы между школьниками из Беларуси и из Украины. Два разные государства, отношения поддерживать хотелось, но ездить друг к другу, ну, достаточно иногда было сложно собрать детей и выехать на территорию другого государства. Поэтому была придумана такая форма. Катерина Жданович, Михаила Рабку, Телерадо и компания «Гомель». Новины регионы и информацию о проектах Телерадо и компания «Гомель» вы можете знать на нашем сайте, в интернете по адресе www.tv.gomel.by. На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин